Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы говорим о такую тему, как посев моркови. В более ранних видео мы показывали и рассказывали, как можно высевать фасоль с помощью крахмального клейстера. И также, как можно легко сделать посевную ленту с использованием туалетной бумаги и того же крахмального клейстера для семян моркови. В этом же видео я хочу еще раз напомнить основные особенности высева моркови. Первое, на что следует обратить внимание, это то, какой тип почв характерен для вашего участка. Если у вас, как и у меня, почвы тяжелые, плотные, то тогда следует отдавать предпочтение сорта типу Шантане. Это морковь меньших размеров, более крупная и имеет коническую форму. Но конус это такой, да, треугольник, Максим? Это конус? Что за чушь? Если же у вас почвы легкие, например, песчаная, сопещаная, черноземая, то имеет смысл отдавать предпочтение сорта типу Нанская, которая длинная, вытянутая, имеет классическую цилиндрическую форму. Вторая особенность, на которую следует обратить внимание при высеве семян моркови, это предшественник. Как правило, морковь будет хорошо развиваться там, где в прошлом году вы выращивали капустные культуры, огурцы, тыквы, кабачки. Как и любой овощ, морковь любит слабо кислую, ближе к щелочной среде почву. Но морковь не очень хорошо отзывается на внесение кальция. Поэтому в год высева семян моркови почву лучше не раскислять нашими традиционными мелом или доломитовой мукой. Четвертая и не менее важная особенность при высеве семян моркови, это то, что они обязательно должны упасть на твердую поверхность. Поэтому формируем плотные канавки, при необходимости их проливаем и только затем размещаем в них семена моркови. Ввиду того, что семена моркови относятся к типу эфиромасличных семян, то для того, чтобы они всходили равномерно и сравнительно не растягивались во времени, имеет смысл их предварительно замачивать. Идеальным вариантом замачивания будет замачивание в горячей воде несколько раз, но температура должна быть не выше 50 градусов. Также хорошим способом замачивания будет обычная перекись водорода из расчета 3-5 минут и затем промывание водой. Шестая особенность это укровной грунт, который вы посыпите на высиенные семена. Он должен быть легким и структурированным, также он должен хорошо удерживать влагу. Поэтому в случае тяжелых почв отдаем предпочтение укрыванию семян моркови биогумусом или биогумусом с добавлением других компонентов. Например, перлит, вермикулит, а лучше кокосовый субстрат. Седьмая особенность, которая позволит вам противостоять морковной мухе, это совместный высев моркови или подсев моркови к луковым грядкам. Об этом мы рассказывали в прошлом году в майском видео. Надеюсь, это несложное короткое видео позволит вам получить дружные всходы моркови и в последующем отменный урожай. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего. До новых встреч!